Всем миром! Именно так по традиции в России оказывают помощь землякам, пострадавшим от пожара. Сегодня возможность сделать доброе дело есть и у вас. На днях Серноводск многовенно облетела весть о возгорании жилого дома. В него попала молния, как пояснили позже сельчане. Семья готовилась ко сну, когда в доме начались скачки электричества. И звонок соседа прервал спокойный вечер. «У вас дом горит!» – звучало в трубке. 20 мая вечером, где-то в 38 минут 9. Какой-то хлопок странный. И тишина, больше нет ничего, звуков. Я выбегаю, дверь открываю надо мной, а у нас там люк открытый, то есть как обшили, ну просто открытый, еще не закрыли. Смотрю, дом уже горит. Срочно кричу, говорю, дочка, забирай сына, быстрее выбегайте из дома. Муж выбежал, давай быстрее тушить. Я тоже ринулась, вода еле текет. То есть, ладно, вот еще и дождя вроде не было, говорит, наоборот, хорошо. И времянка работает. Он времянку включил, давай сам сбивать. Сосед, смотрю, сбивает. Я в то окно вылезла, тоже смотрю, соседи стоят, они кричат, мы пожарную вызвали. Двухлетнего ребенка и старшую дочь хозяев сразу забрали соседи. Несмотря на плотность построек, свойственную Серноводску противопожарные службы смогли в считанные минуты настигнуть языки пламени. Вызов был обыденный. Угроза и жития, и хозяевам, и домам, и соседям все было. От нас получилось одно подразделение, то есть дежурный караул. И получилось 175-е, РНПБ прибывал, и 109-я часть. То есть, три основных подразделения приступило к тушению пожара. В течение получаса тушение было завершено. Из-за сухой погоды огонь расходился по дому очень быстро, и проливать пришлось все строение. Ну, вещи, конечно, выкидывали, все, а вот мебель, что-то пытались поднимать. Ну, а МДФ, вот этот, все взбухло, ламинат все взбухло, то есть воды было очень много. Самое главное, живо, я говорю, тоже от шока отошло. Если у вас, уважаемые зрители канала «Радуга-3», есть хотя бы малая возможность помочь пострадавшей семье, то обратиться можно по телефону 8-937-654-09-14. Огромное всем спасибо. Честно, я ожидала. Ну, первый раз в такой ситуации, да. И, конечно, не дай бог никому, да, не дай бог, чтобы больше такого не было. Но вот то, что у нас район очень такой вот прям друг за друга, прям вот аж... Вот от этого, наверное, на второй сутки уже как-то отошла. Потому что на второй день мне плохо было, я, видать, надышалась и сил. Мы до трех ночи в воду все откачивали с дома. Вот, все-таки, а тут вот прям все как-то и поддерживают и словами, и там и финансово, и вещами, там еще как-то. То есть все как могут. Вот, огромное всем, конечно, спасибо. Больше всего сейчас требуются средства на восстановление жилища или строительные материалы. Давайте поможем землякам сегодня, ведь от такой беды не застрахован никто. Екатерина Реснянская, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова